Учение проходит в рамках правительственного указа о снижении риска стихийных бедствий и ущерб от катаклизмов. Сегодня в первом хоро префектуры Чингилтей была проведена операция по спасению и предоставлению помощи пострадавшим жителям многоквартирного дома. В учениях приняли участие жители дома номер 18. Все прошло так, как и рекомендуется в реальной ситуации. Предупреждающий звуковой сигнал – экстренная эвакуация. Каждая служба четко знает свои задачи. Пожарные тушат огонь, врачи из Красного Креста оказывают медицинскую помощь, спасатели ощущают завалы, аварийные бригады ликвидируют повреждения трансформатора и линии электропередач. Предусмотрены два этапа. Первый – спасение жильцов дома. При этом наглядно показывается, что должны предпринять первичные отделения медслужб и спасателей, как должно проводиться оцепление участка полиции, какие действия при этом предусматриваются сотрудниками служб чрезвычайных ситуаций. Второй этап – это практические занятия для горожан. Здесь мы учим, как тушить огонь, как обезопасить себя и окружающих, как оказать первую помощь пострадавшим. В общем, весь спектр операций при землетрясениях. Наши сотрудники должны оказать сегодня три вида услуг. Во-первых, оказать помощь пострадавшим во время транспортировки до больницы. Во-вторых, оказать психологическую поддержку гражданам в шоковом состоянии. И в-третьих, помочь окружающим дать одеяло, напоить горячим чаем, организовать полевую кухню. Главная задача учений – упорядочить и отладить взаимодействие структур при катаклизмах. Поэтому сегодня вместе работали сотрудники чрезвычайных ситуаций – полиции, пожарные, медики, сотрудники специализированных отделов и органов. Сложенная работа силовиков и медиков должна снизить риски и потери при катастрофе. Но работать все же должны под единым и четким командованием. К примеру, полицейские должны не только обеспечивать порядок, оцепить очаги разрушения, но и следить за тем, чтобы не было мародерства и воровства. Нужно обращать внимание на все, что происходит вокруг, и каждый должен заниматься своей работой. Только тогда возможно избежать тяжелых последствий. Кроме силовых структур, в учениях приняли участие компания «Подача воды», «Управление водоснабжения». В программе учения были учтены все возможные действия, которые происходят во время землетрясений. Кроме спасения и эвакуации, предусмотрены случаи транспортировки погибших, поиск пропавших, расчистка развалов и спасений людей из-под обломков, расчистка дорог для проезда машин и многое другое. Главная задача учения – привить гражданам навыки поведения во время землетрясений, научить их тому, как нужно правильно поступать, не впадать в панику, а наоборот постараться помочь остальным. В учениях приняли участие и представители японской организации «Джайка». Далее подобные мероприятия пройдут и для школьников.